Вечером 25 апреля городская библиотека имени Александра Грина не закрыла свои двери, а напротив приняла наплыв посетителей. Одними из первых в наступающих библиосумерках в хранилище книг попали школьники. Оказывается, в библиотеке в это время интересно и немного страшно. Герои книг оживают, раскрывают тайны про спрятанный в этих стенах клад, приглашают прогуляться в самое сердце старинного здания, где обитают привидения. Большой переполох среди гостей вызвали гадалка и призрак обманутой невесты, который бродил по коридорам ЗАГСа. Впрочем, это был не единственный полтергейст, с которым познакомились школьники, а клад в конце концов нашелся. Так что же за клад? Где мы? Что за клад? Книги. Книга. Знания. Вы угадали. Нет, есть такая. Вот дела. Вы приходите днем сюда, доступно всем богатство клада. Ну а сейчас для вас награда. Было очень интересно. Всякие конкурсы. Было очень интересно и немного страшно. Как считаете, зачем такие акции надо проводить? Чтобы дети ходили в библиотеки, чтобы они поняли, что это не только для чтения книг, но и по школьной программе, но и что это интересно. Познавательно. Можно познакомиться с библиотекой, с ее комнатами, с хранилищами. Мы организовали для ребят проделку. У нас очень старинное здание. Ему очень много лет. И мы для ребят сделали такую тайну. Они прошлись по нашему зданию, где их ждали различные герои, таинственные герои, персонажи, привидения. Чуть позже здесь развернулась настоящая мастерская. Рукодельницы шили брелки в виде мартовских котов и заодно рассказывали друг другу о своих умениях. Шьем, наволочки, подки все такое. Юбки на себя в масштабе. Сумку доделал. Хочу поступить на шью. Вечер был долгий концерт и флешмоб работы первого в истории библиотеки фримаркета. Пора культурных бессонниц коснулась и центральной районной библиотеки. Здесь в увлекательное путешествие отправилась кэроловская Алиса, а вместе с ней слабожане. Можно было поучаствовать в конкурсах, викторинах, мастер-классах и даже поиграть в мафию с черной королевой. Интересное занятие нашлось для каждого, а в это время сама Алиса ела волшебные пирожки и то уменьшалась, то увеличивалась в росте. Алиса, сложно ли быть такой высокой? Быть такой высокой не сложно, но очень интересно. Потому что, когда ты видишь эмоции детей и взрослых на такой сюрприз, это очень многого стоит. Поэтому ради этого, я думаю, стоит постараться. А какие чудеса сегодня с Алисой здесь случаются? Сегодня Алиса путешествует вместе со всеми гостями нашей страны. И не только играет в игры, увеличивается, уменьшается потом, но и приглашает всех наших гостей в кинозал, где мы посмотрим мультфильм или фильм, и затем в наше безумное кафе. А кролик сегодня куда-то спешит? Кролик всегда спешит и всегда опаздывает, особенно встречать гостей. Как сегодня гости, в каком настроении пришли? Мы не ожидали даже такое количество гостей. Это вообще очень здорово, очень весело. Нам самим очень нравится. Мы вообще счастливы, что к нам пришло столько много посетителей, гостей нашей сказочной страны. Очень радостно, что сегодня пришли не только дети в нашу страну чудес, но и взрослые. И очень радостно, что взрослые тоже удивляются и принимают участие во всех наших мероприятиях. Шляпная мастерская «Болванщик» и гримерная «Зазеркалье» еле выдерживали наплыв посетителей. Здесь можно было примерить новые амплуа и стать частью «Большой сказки». Мне было очень интересно в мафии играть, индивидуальные вопросы. А как тебе твой образ пирата? Ну, мне нравится. Испытать чары «Библия сумерек» смогли в этот вечер и гости дома-музея Яна Райниса. Там среди прочих мероприятий состоялось открытие выставки работ кировчанки Марты Пасынковой. 25-летняя художница приехала с родителями, которые превратили вечер в маленький концерт авторской песни. Так идет веселый дилер с полкой пиццей и котомкой, через гад, по ручей леса, вдоль пареньским берегам. По фюринге и дубовой, по саксоне и сосновой. Сама Марта занимается различными видами творчества с четырех лет, самым любимым из которых со временем стала художественная роспись по стеклу. Просто в определенный момент, когда я на бумаге попробовала все, что можно было попробовать, решила новый материал осваивать стекло, вот и перешла на бутылочки. Сама техника, она разная от бутылки к бутылке, то есть есть и витражные бутылки, которые на просвет делаются, есть техника, которая связана с тем, чтобы стекло закрывалось полностью. То есть от бутылки остается только форма бутылки. Что касается сложноты или не сложноты, наверное, это тоже зависит от того, какая бутылка. Есть бутылки, которые делаются час-два от силы, а есть бутылки, которые делаются по времени, по технике, день, два, три, четыре, пять, неделя. Искусство остается для девушки лишь увлечением, которому она посвящает свободное время. Но совершенствовать свое мастерство Марта продолжает и даже проводит мастер-классы. Еще одна уникальная программа вечером в пятницу прошла в Центре патриотического воспитания имени Григория Булатова. Кульминацией вечера стало выступление участниц группы «Арешан». Восточные танцы в читальном зале выглядели экзотично. Это вообще отдельная история, думаю, она запомнится для нас, как один такой из мероприятий, которое действительно бывает, может быть, редко бывает, может, и вообще раз в жизни. Поэтому действительно запомним, очень приятно встречать. На самом деле, что такие мероприятия зовут, которые такие культурные считаются в нашем городе, и, мне кажется, не часто бывает. Чем больше зал, тем легче танцевать, потому что много людей, ты как-то не смотришь, ты не видишь их лица и не думаешь, в общем-то. А тут более такое узкое пространство и ощущения не делаются. Ну, я сразу скажу, мне сложно было. С пяти часов мы ставили кукольный спектакль «Волшебное сны Кузьмы», громкими аплодисментами нас встретили. Затем у нас была сказка «Кот в сапогах», которую представили ребята театра «Экспромт» из Дома детского творчества. Затем у нас выступали из детской музыкальной школы искусств. Это Людмила Михайловна Никеева и Людмила Валентиновна, концертмейстер. И затем вот танцы девушек из студии «Арина». Возрастное ограничение 12+, но так как ребята, дети ждали этого и все говорили, а можно мы останемся, мы хотим ходить в восточные танцы, мы будем учиться, танцевать красиво, и мы им разрешили остаться на этой части нашего вечера. Людмила Вечер подошел к концу. Усталость, наверное, какие еще часто рассказывают. Усталость и в то же время какая-то нужность, и что мы приобщились к этой всероссийской акции, это здорово, потому что мы не остались в стороне. Вся праздничная программа длилась в общей сложности 4 часа, и некоторые увидели ее от начала и до конца. 4 часа сидеть сложно? Нет, нет. Когда что-то увлекает, когда что-то нравится, так можно и дольше посидеть. Вы знаете, я на многих здесь встречах бывала, но то, что сегодня, неподобного такого не было. Я очень довольна, и я рада, что я провела здесь время, и очень прекрасные певицы были, и вообще весь вечер очень замечательно прошел. Так что участников «Библия Сумерек-2014» пугали, веселили, и все это ради одной цели – приобщить людей к чтению.